ДИКОРОСА ДИКОРОССКАЯ КОНОПЛЯ Те ребята, которые услышали, были свободны, они откликнулись, с удовольствием приехали. Никого не надо было уговаривать. Селение Чмей – не единственный пункт, в котором обнаружены очаги дикорастущей конопли. Тревожная ситуация до сих пор сохраняется в Лагирском, Дегорском и Моздокском районах. Мониторинг территории регулярно проводит антинаркотическая комиссия республики. Для этого в ней учредили специальную рабочую группу. Возьмой субботник – лишь одна из мер борьбы с опасным растением. В числе главных – обработка ядохимикатами. Итогом вот этих наших мероприятий будет то, что мы должны подготовить карту, где будут указаны площади, где будут указаны владельцы, владельцы вот этих земельных участков, где произрастает конопля, для того, чтобы до 1 декабря мы должны вот это картирование сделать. И мы должны это сдать вот до этого периода, чтобы республика могла рассчитать вот эти объемы, площади по закупке гербицидов, которые будут применяться в 2016 году для уничтожения вот этих вот произрастаний конопли. За лето конопля может вырасти до двух метров высотой. Плодоносит также щедро. С такого куста заинтересованные лица могут собрать не один урожай. Но не в этот раз. На ликвидацию конопли сегодня ушло чуть меньше часа. За это время активисты собрали и отправили в огонь 10 мешков конопли общим весом 150 килограммов.